Фестиваль тяжелоатлетов Big Boss Pro прошел на сцене летнего кинотеатра спортивной набережной во Владивостоке. Спортсмены Дальнего Востока соревновались в категориях пауэрлифтинг, гиревой спорт и армрестлинг. Ну а наиболее зрелищным оказался силовой экстрим. Этот турнир сделан больше как шоу. Борьба идет за абсолютное первенство. Нет ни возрастных, ни весовых категорий. Почему стало соревнований меньше по силовому экстриму? Раньше был царствие небесное Владимир Турчинский, который этот вид спорта продвигал в массы, но с его уходом все рухнуло. В соревнованиях приняли участие около ста спортсменов Приморья и Дальнего Востока. В категории пауэрлифтинг были отдельные зачеты по становой тяге, жиму лежа и приседу. Вес штанги у некоторых спортсменов превышал 350 килограммов. В силовом экстриме сразились 11 атлетов из разных городов Дальнего Востока. Первым испытанием было переворачивание покрышки весом в 360 килограммов. Лучшим стал Илья Данишев. Во втором упражнении атлеты поднимали конструкцию весом в 100 килограммов, постепенно увеличивая нагрузку. Лучшим стал лидер дальневосточного силового экстрима Александр Мирошниченко. Он победил в схватке с Ильей Михайловым, подняв бревно весом 150 килограммов. Нужно понимать, что есть конкуренция. Мне в этом плане самому немного тяжеловато готовиться, потому что занимаю ведущую позицию в Приморье и на Дальнем Востоке. Но силовой экстрим – непредсказуемый вид спорта. Вот сейчас я являюсь лидером, но на покрышке стал третьим. В этом году уже выиграл турнир в Китае. Впереди запланировано еще пять соревнований. Последним испытанием для спортсменов стало перебрасывание каменного шара. Победу также одержал Александр Мирошниченко. Ему под силу оказался камень весом в 160 килограммов. Высокие результаты показали еще четыре атлета, которые смогли поднять камень весом в 120. По итогам соревнований победу одержал Александр Мирошниченко из Владивостока. Второе место у Романа Умнова из Уссурийска и бронза досталась его земляку Александру Басенко. Алена Водолазская, Новости спорта на Восьмом.